Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема – это методика обучения лексике и произношению. Разумеется, существует масса теоретических исследований, практических разработок, которые помогут вам лучше понять эту тему и повысить ваш педагогический профессионализм. Важно понимать, что теоретические основы обучения различным видам речевой деятельности, различным языковым явлениям, лежат в основе создания учебников. И если вы возьмете любой учебник иностранного языка, вы увидите, что задания, упражнения будут идти от языковых к условно-речевым и к речевым. Это абсолютно нормально и логично в рамках коммуникативного подхода, в котором мы с вами работаем. Также существует такое понятие, как интуиция, педагогический талант. Конечно же, когда он основывается не только на таланте, способностях, но и на знаниях, результат вашей педагогической работы может быть намного более эффективным. Но тем не менее, если вы чувствуете и понимаете вот эту логику процесса обучения, то, естественно, вы тоже будете начинать со знакомства с языковым явлением, будете его объяснять, пытаться помочь учащимся запомнить это явление, а затем продолжите с тренировкой этого явления в каких-то небольших контекстах, затем они будут расширяться, и потом уже учащиеся смогут свободно использовать данное явление в речевой деятельности. Тем не менее, важно ознакомиться с различными этапами, подходами, приемами, введением новой лексики, работой над произношением, чтобы ваши уроки были более логичными, более целостными и соответствовали требованиям к современному педагогическому процессу. Итак, сегодня для начала я поговорю об обучении лексики. Что здесь важно? Конечно же, мы с вами работаем в рамках коммуникативного подхода обучения в общении. Просто запоминать массы слов, десятки, сотни слов, оторвано от ситуации общения, оторвано от контекста, особо не имеет смысла. Да, это может пригодиться, если мы, например, обучаем спецпереводу. То есть мы не настроены на общение, а хотим много-много знать слов, чтобы понимать какие-то технические тексты, какие-то документы, какие-то статьи, но не предполагается общение. Тогда, да, действительно большой запас слов и пополнение его может иметь смысл. Но для общения, в самом деле, важно понимать, что достаточно не такого уж большого какого-то лексического минимума, который позволит вам, вашим ученикам взаимодействовать, разумеется, соответственно, уровню их развития языка, но просто для общения, то, что многие хотят сейчас, просто уметь общаться. Для этого не нужно учесть тысячи слов, достаточно какого-то минимального объёма. Но задача учителя в данном случае постараться, чтобы этот объём был активным, чтобы они могли им пользоваться, чтобы они могли комбинировать слова, фразы, выражения и с их помощью общаться. Иногда, к сожалению, этого не хватает, хотя какие-то тесты, какие-то задания на знание лексики учащиеся выполняют. А вот поговорить, пообщаться, используя пусть даже самую простую лексику, с этим бывают проблемы. Итак, какие основные пять таких упражнений, этапов, пунктов у нас есть в обучении лексики? Я вам сейчас их покажу, и вам будет легко запомнить. Итак, это видеть, слышать, понимать, записать и применять. Я попробовала сделать такой стишок, опять же, чтобы вам легче было запомнить. Можно сказать этот стишок, сопровождая его жестами, тогда нам легче будет запомнить. Итак, видеть, слышать, понимать, записать и применять. Что это значит? Когда мы вводим новую лексику, мы сначала должны её увидеть. Увидеть, как это слово пишется, как оно выглядит, как оно читается. Это уже слышать будет. То есть, обычно введение новой лексики будет предполагать не только устное его произнесение, но и фиксацию в виде написанного слова. Здесь вы можете использовать расклеивание карточек, соединение карточек с картинками, то есть различные способы наглядности. Итак, мы его должны увидеть, это слово, то есть его зрительный образ запомнить. Дальше – слышать. То есть мы должны услышать, как слово произносится. И здесь параллельно мы с вами отрабатываем и произношение. То есть обучение различным видам речевой деятельности, оно идёт комплексно. И вы знаете, что это один из принципов обучения иностранному языку. Значит, видеть, слышать, понимать. Что значит понимать? Ну, это семантизация, то есть объяснение значения этого слова. Если слово производное, то понимать механизмы словообразования. Сюда же можно прицепить целую цепочку слов, которые будут запоминаться вместе. То есть если вы знаете какие-то дериваты этого слова, или, допустим, это слово может функционировать как существительный глагол, или прилагательный, скажите об этом. Если это слово имеет несколько значений, то уже скажите об этом. То есть изучая одно слово, вы можете получить ещё такой тезаурус, скажем так, такое вот окружение других значений и сочетаний, либо дериватов этого слова, которые тоже помогут вот прям так незаметно расширить словарный запас учеников. Итак, видеть, слышать, понимать, записать и применять. То есть что значит записать? Во-первых, это письмо, да, как вид речевой деятельности, это моторная память. То есть, конечно, слово нужно записать. Особенно это касается слов, которые пишутся не так, как слышатся. Это касается китайского языка, где понятно, что иероглифы и вот это написание их представляют отдельную довольно сложную часть обучения языку. И последний пункт — это применять. То есть самое главное, что нам помогает запоминать лексику, это её применение. Считается, что нужно как минимум в десяти различных контекстах использовать слово, чтобы оно запомнилось, чтобы оно стало частью нашего активного словаря, активной лексики. Про интересные способы запоминания лексики вы сможете узнать в нашей лекции, также в видеофрагментах, которые к ней прилагаются. Ну и я думаю, что мы сделаем какой-то отдельный интересный вебинар на эту тему, потому что в самом деле существует много интересных классных способов, которые вы можете практиковать с учениками, либо которые вы можете применять сами для того, чтобы более интенсивно усваивать объёмы информации. Итак, видеть, слышать, понимать, записать и применять. Вот и всё, что происходит с лексикой, да, в принципе, и с грамматикой, и со всем остальным при усвоении иностранного языка. Вы будете читать в тексте лекции, что есть различные упражнения. Понятно, что сначала, когда мы видим и слышим это слово, то есть это вот эти первые этапы, должно работать узнавание, дифференциация, то есть чем отличаются слова, найди ошибку, расположи каким-то образом эти слова. Здесь помогает, конечно же, наглядность, то есть слово написано на доске, либо это карточки, либо это в презентации какие-то слова, либо это в учебнике какая-то зрительная опора, то есть мы учимся узнавать это слово. Плюс обучение восприятию речи на слух, произношению. Здесь у нас будет какое-то звуковое предъявление этого слова, которое мы должны узнать, выделить и уметь отличить его от других. Это почему тоже важно. Если мы слово не знаем, либо не знаем, как оно правильно произносится, мы его просто не услышим. То есть это будет такой белый шум в речи. Что-то сказали, а что сказали, я не знаю. Либо догадаюсь из контекста, либо вообще это слово, фраза выпадает из текста, который я воспринимаю и понимаю, потому что я его не узнаю просто-таки. Далее различные, то есть на этом этапе идут имитативные, дифференцировочные упражнения, потом подстановочные, трансформационные. То есть мы подставляем слово, мы переставляем слова, мы группируем слова, возможно, мы образуем какие-то производные слова от слова. И что важно на этом этапе понимать, что мы редко учим лексику отдельно. Да, может быть, это цвета, цифры, местоимения и то довольно условно. То, что мы будем учить, просто как какой-то список слов. Обычно слово иноязычное существует в словосочетании, так называемые collocations, коллокации. Допустим, один глагол будет сочетаться с определённым набором существительных в роли объекта, а с другими существительными будет сочетаться уже другой глагол. Допустим, похолодеть там можно от ужаса, но нельзя похолодеть от восхищения. Ну, я к примеру просто так, то, что мне в голову пришло. То же самое и в любом языке, в любом языке, в родном, в иностранном языке, в самом деле вот этот круг сочетаемости слов, он не бесконечно свободен. Есть определённые модели, в рамках которых существуют сочетания. Поэтому мы обычно учим слово именно в коллокациях, в каких-то словосочетаниях. Допустим, get crossed with someone, разозлиться на кого-то, feel abandoned, чувствовать себя покинутым. Ну, и любые какие-то сочетания слов логичные запоминать в коллокациях. Точно так же, когда мы учим и проводим какие-то диктанты, намного лучше проводить диктант не по отдельным словам, а по фразам, словосочетаниям, либо даже предложениям. Потому что это будут те речевые образцы, те кусочки, из которых потом будет складываться речь вашего ученика. Потому что если в это будут разрозненные слова просто, пусть даже большой объём лексики, то как их сочетать — большой вопрос. И плюс их сочетание может привести к тому, что это будет звучать совсем неправильно на иностранном языке. Например, возьмите, допустим, случай, когда ученики, которые не владеют хорошо разговорной речью, составляют какой-то рассказ. То есть они берут отдельные слова, переводят их в переводчике, или целым текстом. И получается, вроде как ты понимаешь, что он хотел сказать. Вроде как все слова нормальные, но вместе они совсем не звучат, как иноязычная речь. И вы сразу понимаете, что это Google Translate. И именно вот такая ситуация возникает, когда мы учим слово отдельно. Слово мы должны изучать и практиковать в контексте. Как я уже говорила, мы обучаем взаимосвязанно всем видам речевой деятельности, чтение, письмо, говорение и восприятие речи на слух. То есть та же новая лексика будет пропускаться через все четыре вида речевой деятельности. И вы прекрасно знаете, что эффективность усвоения материала повышается при использовании всех этих четырёх видов речевой деятельности. То есть мы слово записали, мы прочитали, мы упражнения какие-то написали, мы проговорили, поставили, там что-то поменяли в диалогах, вопрос-ответ его отработали. Мы послушали аудирование, научились слышать это слово, узнавать его в аутентичной речи. И потом мы сами применили это слово, что-то рассказывая или показывая. Как же мы будем запоминать слова? То есть я говорю о первом этапе. О первом этапе, когда у нас произошла семантизация, видеть, слышать, понимать. То есть пока ещё и записать, так и быть. То есть до употребления, ещё до условно-речевых упражнений. Итак, как мы можем учить? Ну, во-первых, все, конечно, знают эту технологию словарик по столбикам. То есть мы записываем слово на иностранном языке, его перевод, потом мы загибаем листочек и здесь мы пишем слово на иностранном языке. Потом открываем, проверяем себя. И так можно делать несколько раз, прямо в гармошке этот листочек складываем. На этапе именно запоминания и как пишется слово, как оно переводится, это, в общем-то, неплохой вариант. Очень полезно запоминать в стихах. Для этого существуют разные варианты. Во-первых, можно сложить стихотворения из русских слов, то есть родного языка, в который вставляются иноязычные слова. Например, я думаю, вы все знаете стихи для запоминания неправильных глаголов. Вы можете в интернете найти их, легко загуглить. Пример приведу. Ну и там, в общем-то, все вот эти глаголы в таких стихах. Это довольно смешно, весело. Детям, в принципе, прикольно это учить. И таким образом они запоминают вот эти глаголы, вот эти формы глагола. Что здесь происходит? То есть здесь у нас контекст. По контексту догадываются о значении этого слова. Либо, если они забыли, то вспоминают из контекста. То есть понятно, что если я в буфете buy, bought, bought, то есть купил, да, бутерброд, тихо в пар, то lay, laid, laid, положил. И уже они помнят, положил, lay, laid, laid. Очень классно, быстро, легко. Могут какие-то фразы речевые складываться. Допустим, вот в начальных классах дети учат различные чувства, эмоции. Я складываю такой стишок, который сопровождается жестами. Я думаю, вы уже знаете, что жестами намного лучше запомнить, потому что мы подключаем такую телесную память. Например, Посмотрите, вот этот стишок несколько раз расскажешь, ребенок его выучит, и уже все. Пожалуйста, уже целая фраза, коммуникативный вот такой речевой образец, который можно идти и использовать в речи. А также есть классная ситуация, это запоминание с помощью каких-то историй. В видеофрагменте, который прилагается к этой лекции, вы видите очень классную историю для запоминания китайских числительных. Если честно, я просто смотрела это видео, не могла оторваться, потому что настолько классно, настолько интересно. Ну и, естественно, можно где-то найти такие штуки в интернете, либо, если вы сами творческий человек, вам это интересно, то можно, конечно, самим что-то в таком плане сочинить. Ну, допустим, про I am tired, I am angry, это я сама сочинила. Про глаголы я нашла готовые в интернете. Также в запоминании новой лексики помогают различные песни и стихи. Вы можете использовать специально существующие в различных УМК разработанные песни и стихи. Полно можно найти в интернете. Как искать, я уже с вами говорила, это nursery rhymes, это songs for kids, learn English и, допустим, какое-то слово, которое вы хотите выучить. Либо это песни популярные, современные, либо несовременные песни, но довольно известные, которые тоже можно использовать. Если вы смотрели моё видео, видеоурок по обучению пассивному залогу, то я там тоже пою какие-то песни, там sweet dreams, и даю, опять же, именно из песен эти строчки. И, естественно, если кто-то уже знает эту песню, он потом быстренько-быстренько вспомнил. Либо это какие-то компьютерные игры, там, the bomb has been planted. Всё, пожалуйста, вот вам готовенький перфект. Поэтому можно всё это использовать, смотреть, что дети смотрят, какие фильмы, какие мультики, какие песни слушают, и из этих песен-мультиков вытягивать речевые образцы, которые могут помочь вам улучшить, ускорить и сделать более интересным усвоение нового лексического либо грамматического материала. Ну, также это всяческие мультики, какие-то фрагменты, кусочки из фильмов. И очень полезно на данном этапе заучивание, заучивание диалогов. Намного лучше, чем заучивание просто отдельных слов. Заучивание диалогов, которые состоят из фраз, вот таких речевых образцов. Диалогов, стихотворений, каких-то песен. Естественно, когда уже эта фраза готовенько имеется в голове, в запасе её легко достать и целую предъявить. Либо что-то трансформировать в зависимости от ситуации, но пользоваться ей как готовой такой моделью для речевого общения. Ещё я уже вам говорила о сопровождении жестами. Это может быть, конечно же, и какая-то наглядность, допустим, там, swim. Или, как если вы помните, глаголы, да, want to, hope to, go into, да, would like to. Как я вводила эти глаголы? Я показала, would like to, и все повторили и сказали. То есть жест проводился повторением. Would like to. Want to, хочу, да, want to, want to. Покажите, повторите, want to. Hope to, надеюсь, да, go into, собираюсь. Мы это проговорили много раз. То есть это пример интенсивных способов, интенсивного метода обучения иностранному языку. Потом студенты сделали это в парах. Друг другу показывай и называй, что я делаю. Want to, hope to, would like to, go into. И много раз они это повторили. И уже получается, что мы усвоили эти четыре глагола. Потом, хоп, мы добавили хочу делать что. То есть мы добавили ещё какое-то действие, да, там swim, meet, ещё что-нибудь в таком роде. То есть идёт такое, как бы, нанизывание вот этих вот кусочков этого речевого образца, структуры, которые потом уже образуют фразу для коммуникации. Можно работать с целыми фразами. Например, мы проходили тему дружбы, качества. И в видео, которое я нашла для этого урока, где рассказывается про хороших и плохих токсичных друзей, много коммуникативных фраз целостных, которые используются. И для того, чтобы с одной стороны снять языковые трудности перед просмотром этого видео, да, и то есть восприятие речи на слух, с другой стороны, чтобы зафиксировать, что эти фразы нужны и важны, я выписала эти фразы и даже попробовала составить их в какой-то стишок, рифмующийся кусочек. Какие там были фразы? How was your day? Is everything okay? Wow, you look great! Мы сопровождаем это жестами. Вот мы становимся и хором несколько раз повторяем. How was your day? Is everything okay? Wow, you look great! Повторили, повторили, повторили. Потом Hey, well done! Congratulations! Let's go out and celebrate! Кстати, здесь студенты let's go out and celebrate! Потому что, ну, хочется в рифму сказать. Опять, хором делаем, проговариваем и делаем жесты. Hey, well done! Congratulations! Let's go out and celebrate! И там был пример токсичных друзей. Are you sure? Where did you get that weird hat? Где ты раздобыл эту дурацкую шляпу? Are you sure? Where did you get that weird hat? И опять же можно добавить. Are you sure? Where did you get that weird hat? Много раз повторили. Хором это сделали. И эти фразы отложились. Потом они их услышали. И потом, когда мы делаем уже какую-то условно-речевую ситуацию общения по определенному стимулу, я им говорю, ребята, вот эти фразы используйте в своем диалоге. Получается, что вот это повторение, предъявление, сопровождение жестом, оно очень классно помогает улучшить запоминание. Итак, это то, что касалось лексики. Ну и помимо лексики мы с вами поговорим об обучении произношения. Вы также в тексте лекции прочтете о различных подходах к обучению произношению. Но самое важное, что вы должны понимать, первый и основной источник правильного произношения это вы. Если ваше произношение правильное, если ваша интонация красивая и соответствует тому иностранному языку, которому вы обучаете, то вы сможете передать это вашим ученикам. Если у вас этого нет, то очень мало вероятности, что у ваших учеников это будет. Конечно, если они не поедут куда-то в страну изучаемого языка и не попрактикуются там. Поэтому в обучении произношению в первую очередь нужно начать с себя. И это самое главное, что вы должны запомнить. В целом обучение произношению во-первых, это учитель, во-вторых, это различные аутентичные звуковые материалы. То есть мы слушаем аудирование, мы смотрим какие-то кусочки фильмов, мы слушаем песни, диалоги, которые идут в записях на наших различных носителях в учебно-методических комплексах. Это очень важно, потому что одно дело, как говорим мы, не носители языка, и другое дело, когда звучит речь носителя языка. Здесь, конечно же, важно привыкнуть к этому звучанию, обратить внимание на сокращения, на какие-то, на ассимиляцию звуков и другие явления. Например, do you speak English? Да, трохи do you? А там они скажут do you speak English? То есть do you превратиться в do? Опять же, вот, very tired, да, I'm very tired. У меня был такой случай, будучи студенткой, я была в Америке в программе Кэм Канселла, и там была девушка, по-моему, из, не помню, Ирландии или Шотландии, и она мне фэтая, фэтая, я думаю, боже, да что за фэтая, я уже три раза переспросила, всё равно не понимаю. Я ещё раз что-то сказала, она very tired, и я такая, а как ты это сказала? То есть вот эта ситуация как раз о том, что обучая произношению, мы должны обращать внимание не только на то, чтобы звук был сказан правильно, но и как он ведёт себя в речи, как эта фраза ведёт себя в речи, как она звучит. Это ещё раз говорит о том, почему не очень подходит, когда мы только сами что-то читаем детям при восприятии речи на слух, либо с кем-то давай мы запишем диалог, а дети послушают, или обучающее видео давай мы запишем для детей. Но это не очень правильно в рамках нашего подхода к обучению, когда мы всё-таки опираемся на аутентичные образцы. Поэтому не ленитесь использовать аутентичную речь на занятиях, включая видео, включая записи, включая песни, мультики, чтобы дети слышали настоящую иноязычную речь. И что ещё важно, выберите какой-то конкретный вид, допустим, это британский английский у вас или американский. Опять же, мы знаем, что у китайского языка множество различных диалектов, и они сами не всегда понимают, потом переходят на стандартный вариант. Не путайте детей. Иногда кажется, ой, такой классный пример, он американский. Раз уже мы учим британскому, давайте опираться на это. Другой вопрос, да, если уже уровень детей неплохой, вы можете разное видео включать, плюс есть варианты, приближенные к такому формальному варианту английского языка, и даже, допустим, американцы будут довольно неплохо говорить, следуя всем правилам произношения интонации. Поэтому стараемся всё-таки выбирать такой стандартный формальный вариант языка и использовать различные аудио-видеоматериалы на этом варианте. Хотя, в качестве ознакомления мы можем сказать, окей, ребят, вот сейчас у нас будет видео или мультик, вот здесь мы слышим такой-то диалект, такой-то вариант, чтобы вы тоже понимали, что с таким вы можете столкнуться. итак, сегодня мы с вами поговорили об обучении лексики, произношению, и я думаю, что вы поняли, что всё это объединяется четырьмя видами речевой деятельности, чтение письмоговорения и восприятие назичной речи на слух, и то же, что лексика сама по себе изолирована, не усваивается, она усваивается в определённых колокациях, в определённых грамматических структурах. Тем не менее, обратили внимание на интересные какие-то способы запоминания, обязательно посмотрите видео, которое я прилагаю к этому уроку, и потренируйтесь на своих знакомых, на своих друзьях, отработайте эти методы обучения лексики, методы семантизации, чтобы ваша педагогическая деятельность была успешной и эффективной. Успехов! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!